Ну а сейчас перейдем к экономике. Почти 13 миллиардов тенге. Это сумма ущерба нанесенного бизнесу вследствие паводков. Предварительные подсчеты на сегодняшний день озвучили в Национальной палате предпринимателей Атамикен. По данным региональных филиалов пострадало почти 470 субъектов МСБ. Около трети из них принадлежат сельскому хозяйству. Очевидно, что сумма ущерба еще будет корректироваться. Окончательные цифры станут известны после ликвидации последствий наводнения. Тему продолжит наш коллега, экономический обозреватель Сабина Балашкина. В своей рубрике «Первая цифра». Сабин, вам слово. Доброе утро. Да, коллеги, хочу сегодня отдельно остановиться на мерах поддержки, которые окажут фермерам. По предварительным данным нацпалаты, больше всего от паводков пострадал малый бизнес. В разрезе регионов основную долю убытков понесли предприниматели Актюбинской области. Деньги госбюджета и внебюджетных региональных фондов направят на помощь предпринимателям, пострадавшим от паводков. На компенсацию могут рассчитывать владельцы магазинов, пекарней, парикмахерских, швейных мастерских, кафе, теплиц крестьянских хозяйств и других объектов МСБ. Бизнесу также гарантируют возместить ущерб за испорченное либо утраченное имущество. Речь идет о поврежденных зданиях, строениях, оборудовании, а также предметах хозяйственного инвентаря. По предварительным подсчетам нацпалаты «Тамикен» паводки нанесли бизнесу ущерб почти на 13 миллиардов тенге. Но важно учитывать, что эта сумма еще будет неоднократно корректироваться. У нас в целом в стране опыт возмещения ущерба в червячайных ситуациях имеется, поэтому тот опыт учитывался при формировании этих правил. Поэтому по закону в связи с червячайной ситуацией все субъекты предпринимательства, которые пострадали, они, как заверил глава государства и премьер-министр, они будут полностью восстановлены. По предварительным подсчетам в пяти областях пострадало почти 470 субъектов бизнеса. В разрезе регионов на сегодняшний день больше других несут убытки актюбинские предприниматели, где из-за стихии с потерями столкнулись почти 160 субъектов. Основная доля приходится на малые предприятия в сфере АПК. После следует Атырауская область. Там пострадал один крупный и еще 114 мелких бизнесов. Также известны данные Костанайской, Кмолинской областей и ЗКО. А вот ущерб предпринимателей северо-казахстанского региона еще устанавливаются, сообщают в Нацпалате. Конечно же, у кого-то есть документы необходимые, у кого-то этих документов с собой не было, но в целом мы вели полностью и ведем полный учет. С момента принятия правил будет возможность в этих правилах предусматриваться возможность подачи как онлайн, так и оффлайн, то есть в бумажном и электронном виде субъекты бизнеса могут подавать все необходимые документы на возмещение ущерба. Далее расскажу, на что могут рассчитывать. Пострадавшие фермеры в качестве помощи им предлагают подать заявку на доставку кормов и взять отсрочку, чтобы произвести оплату позже. Обращение подается напрямую в проткорпорацию или через Акимата. Ну и, пожалуй, одна из самых важных мер поддержки заключается в том, что предпринимателям обещают возместить стоимость павших сельскохозяйственных животных. Размер компенсации определит региональная комиссия. При расчете суммы ущерба намерены учитывать рыночные цены. Опираться будут на официальные данные над статистикой. Эту информацию мы запросили в бюро. Цены покажем в виде таблицы. Итак, самые дорогие в этом списке верблюды. Одна голова в среднем стоит больше 700 тысяч тенге. Стоимость лошади оценивается не меньше, чем в полмиллиона. Бык обходится примерно в 400 тысяч. Телята стоят чуть больше 160 тысяч тенге. Аграрная кредитная корпорация и КАЗ Агрофинанс предоставили отстрочку по кредитам заемщикам, пострадавшим от паводков. Платежи этого года равномерно перераспределят и перенесут на 2025 и далее на последующие годы. Что касается займов, срок погашения которых истекает в течение ближайших полтора года, то их тоже могут продлить, но не больше, чем на 24 месяца. Пролонгация коснется всех направлений, кроме весеннеполевых и уборочных работ. В этом случае аграрии смогут подать заявку после уборки урожая, которую рассмотрят за три рабочих дня. И важный момент, если заявителя не окажется в списках двух кредитных организаций, то тогда ему необходимо предъявить документ от Акимата, подтверждающий возникновение форс-мажора. Как отмечают в КАЗ Агрофинанс, отсрочка не влияет на кредитную историю. Предусмотрена подача дистанционных документов и перечень документов состоит из двух документов. Это заявление и заявщик должен быть в списке пострадавших от паводков, в списке местных исполнительных органов. Мы предоставляем осрочку сроком до 12 месяцев по текущим протяжам текущего года. У нас есть обращения, их 9 на сегодняшний день. 9 обращений это Пустанайская область, Актьюбинская и Западно-Карстанские области. Пока есть только заявление. Ущерб оценивается. Стоит учесть, что озвученные условия не распространяются на проблемных заемщиков, имеющих просрочку. То есть, которые не вносили платежи больше трех месяцев. Но к ним тоже пошли навстречу, поэтому приостановили начисление неустойки до 30 июня. По таким заемщикам мы не говорим, что мы не предоставляем осрочку. Мы предоставляем осрочку, но с дополнительным пакетом документов. Кроме того, имеется ограничение по упрощенной осрочке с двумя документами по включению паводков по сумме долга клиента. То есть, это мелкие и средние хозяйства с суммой основного долга до 0,9% от собственного капитала общества. На сегодняшний день это 376 миллионов тенге. То есть, заемщики с остатком долга до этой суммы получают осрочку в упрощенном порядке. И в завершении информации с казахстанской фондовой биржи. По итогам последних вечерних торгов курс доллара составил 448 тенге 73 тинов, евро 477,75, рубль 4 тенге 75 тинов. Коллеги, на этом у меня все. Возвращаю эфир. Благодарим Сабину. Спасибо. Это была Сабина Балашкина и рубрика «Первая цифра».